Печенье, припудренное строительной пылью, цементные лужи под ногами и взывающие к небу ремонтники. Подземный переход на седьмом комплексе затопило непониманием сразу с трех сторон. Взявшиеся за его обновление строители не могут начать основные работы из-за торговцев. Продавцы говорят, что никому ничем не мешают, стараясь прикрыть свой товар от облаков грязи. Ну а вынужденные спускаться туда пешеходы, как всегда, во всем винят власть. А виновата во всем снова погода. Сотрудники строительной компании «Барракад» хотели как лучший и открыли для движения недоделанную лестницу. Правда, начавшийся дождь все испортил. Теперь работа на смарку. Пешеходы тонут в грязи, лужах и цементе. Они возмущены из-за долгого ремонта лестниц и тем, что в таких условиях работают предприниматели. По их словам, пыль, грязь, узкие проходы создают трудности. Иди этот мэр, пускай посмотрит. Холодные напитки пусть отсюда уберут, потому что там не холодные напитки, а там спиртное. Постоянно спиртное продают. Как так можно работать? Печенье открыто, грязь, все. Ну какая же это экология? Переходы не для того, чтобы торговать продуктами. Это антисанитария полная. Я считаю, что нельзя это допускать. Очень долго ремонтируют подземку. Тут и мамочки с колясками ходят, и детишки с велосипедом. В принципе, она была вся сломанная, но ремонтировать ее надо, но как-то побыстрее ускорить можно. Сотрудники строительной компании «Баракат» уверяют, работы начали в срок. Трудятся круглосуточно. Ночью демонтируют все старое, а утром устанавливают новое. Однако на данный момент работы идут только на лестницах. Айрасултан Гараев, прораб, обещал, что все завершат на этой неделе. А вот когда приступят к внутренней отделке, неизвестно. Основная трудность наша – это арендаторы помещений, которые сейчас занимают эти помещения. Так как нам надо работать и произвести, а мы не можем внутреннюю работу произвести. Сейчас мы на сегодняшний день делаем только спуски сами. По словам Айрата Султан Гараева, предприниматели должны были уже распродать товар и демонтировать ларьки. Однако продавцы все еще работают. Поэтому сотрудникам строительной компании «Баракат» пришлось даже обратиться к генеральному подрядчику – предприятию автомобильных дорог для урегулирования данной ситуации. Сами же продавцы уверены – они никому не мешают. Киоски нам сказали убрать с самого начала. Но мы вроде как не мешаем им, пока они делают лестничные пролеты. Сначала вроде сказали, что за две недели сделают. Но растягивается это надолго. А вот насколько долго продлится ремонт – вопрос остается открытым. Начинается сезон дождей, который также внесет свои коррективы. Недалеко и до заморозков.